Выбирали тех, кто будет претендовать на кресло депутата Совета городского округа Кумертау. Очередное предварительное голосование, на этот раз внутрипартийное, провели в ДК «Рассвет». Из 54 кандидатов необходимо было выбрать 25. Это встреча с участниками. Каждый участник, который желает, он может сейчас выступить, рассказать о себе, рассказать о той программе, которую они впоследствии будут защищать, с которой они будут выходить на выборы. Среди претендентов – действующие депутаты, общественные деятели, предприниматели и, пожалуй, даже романтики. Как правило, кандидаты обещали в случае избрания делать упор на ту сферу, в которой давно работают или к которой имеют непосредственное отношение. Это, например, спорт, образование, национальные традиции или даже переработка мусора. Есть и те, кто своей задачей видит повышение правовой грамотности населения. По повышению правовой грамотности населения в городе осуществлялось мной посредством обеспечения подготовки и выпуска программы «Юрист-ФМ» на радио «Арис». В течение четырех лет посредством радио я сообщал о новинках законодательства, о новинках судебной практики, о правовой позиции органов власти. Эту работу я намерен продолжить. Жаркой дискуссии у зала с кандидатами не получилось. Однако не очень удобные вопросы все же прозвучали. А в партию вы для чего едете? Для того, чтобы вот это все продвигать, для того, чтобы выгрузовать нас все. Из нас продвигать? Нет, не бизнес. Причем здесь бизнес? Справились ли кандидаты с одним из первых своих испытаний на пути к депутатскому креслу, члены партии решали путем тайного голосования. Отдать голос можно было сразу нескольким из них или даже всем одновременно. Результат партийцы обещали опубликовать на своем сайте. Предсказать сейчас можно что-нибудь? Нет. Нет. Мне кажется, результаты будут неожиданные.